Здравствуйте, дорогие друзья и враги! Сейчас я хочу в двух словах вам объяснить, как опасно упускать интеллектуальные возможности. Я же не просто так опубликовал свою монографию «Первая научная история войны 1812 года». Вот вы все слышали, кого-то это бесит, кто-то устал, кто-то радуется, кто-то восторгается. Но там же я всё рассказал, что было, ведь оно же то и будет. Для чего надо изучать мировую историю? Для чего нужно знать прошлое, чтобы узнать будущее? Безумный Александр I, безумный, из зависти к Наполеону, вместо того, чтобы заниматься внутренней политикой, он стал нападать на Францию, используя рабов, который нам объяснял, что оттуда исходит страшная опасность от Антихриста. Правда, потом он был вынужден лапзаться, целоваться с Антихристом в Тильзите после двух страшных поражений русской армии под Аустерлицем и под Фридландом. И вот смотрите траекторию. Траекторию этого миролюбия российского самодержавия. Александр начал войну, сколотил антифранцузскую коалицию в 1805 году, проиграл позорно. Наполеон не стал преследовать русскую армию, послал, так сказать, предложение, очередное, сотое предложение мира, как и был мир и союз при Павле, который убили на деньги Англии при участии его сына Александра. Александр не подписал. Продолжил войну. Следующая антифранцузская коалиция 6-7 года. Это кошмарное поражение под Фридландом. Александр вынужден подписать мир, который он не стал соблюдать. Он нарушил все условия Тильзийского мира. Более того, он начал то, что сегодня называется гибридной войной. Потому что он спонсировал террористов религиозных в Швейцарии, горцев и в Испании. Россия финансировала международных вот этих вот террористов во время официального мира союза с Наполеоном. Плюс готовила войну, плюс шпионаж, плюс послали Волконского, чтобы он полностью передрал, украл все тактические принципы построения униформы у французской армии и так далее. Это у союзника. А Наполеон все терпел, потому что ему нужен был мир и союз. Он не собирался воевать. С 810 года три русские армии уже стоят на границе. Уже стоят на границе. И готовы перейти вновь в атаку на Наполеон. Наполеон тогда ни сном, ни духом ничего не готовится. Ему маршал Луи Николя Даву пишет, что ваше величество катастрофа. Нужно что-то делать, готовиться, потому что будет война. И Наполеон нехотя вынужден постепенно что-то. В 811 году Александр уже отдает преступный приказ о выступлении армии в Европу против Франции. А переходит через Неман и тут же отзывает. Почему? Не потому что одумался, а потому что Фридрих Вильгельм III, прусский король, отказался участвовать в этой новой авантюре безумного царя Александра. А в 12-м году этот сумасшедший, тот же Александр, объявляет ультиматум. Вам ничего не напоминает это? Ультиматум. На Запад, Франции, Наполеону. Это ультиматум после того, как Россия проиграла несколько агрессивных войн после Франции, против Франции, и не исполняла условий мира. А это мир был счастливый для России, потому что Россия в 7-м году в Сен-Зите ничего не потеряла, а наоборот приобрела даже несколько областей, которые Наполеон подарил, потому что ему нужен был союз с Россией. Это все надо знать, это факты. И вот ультиматум Наполеону. Более того, после ультиматума еще Россия первая объявляет войну, потому что русский посланник во Франции, в Париже, забирает паспорта. Но Наполеон вновь не хочет войны. Он посылает Нарбона в Вильно к Александру. А почему Вильно? Почему Александр в Вильно? Потому что Александр уехал к армии из Петербурга пышно, с гвардии, чтобы воевать. Когда? Весной 12-го года. Это когда Наполеон еще был в Париже. Вот когда Наполеон был в Париже, Александр уже был на границе, в Вильно, чтобы воевать. А почему не начинали воевать, хотя вот армию подготовили и уже она сожрала русской армии все, что можно в Литве. И уже было объявлено военное положение. Когда? Не летом, не в июне, а весной. То есть войну Россия объявила и внутри, и вовне весной. Почему не начинали воевать? А потому что согнали рабов, а ума нет, командующего нет. Александр сам бездарный, а все русские генералы наши великие, вот эти вот герои. Один проиграл аустерлист, другой проиграл в седьмом году французов. Они все все проиграли. И Александр обратился к Моро, французскому революционному генералу, который бежал в США. А тот отказался воевать с Наполеоном. Обратились к Артру Уэлсли, который потом будет герцог Веллингтон. Веллингтон отказался возглавить русскую армию. И так далее, и так далее. Бернадот отказался. Он сказал, что может предательски помогать советами. Бывший маршал Наполеона, наследный принц Швеции в 12-м году. И когда Россия объявила ультиматум, когда, значит, уже Россия объявила войну Франции, Наполеон переходит границу, чтобы договориться вновь, чтобы либо со сражением, либо без сражения в Вильне подписать новый Тильзит. Но Александр с русской армией героически что сделали? Побежали. А потом Александр драпанул в Петербург, бросил армию, бросил рабов. После него вскоре рабов армию бросил и его брат Константин, начальник русской гвардии. И русские генералы начали сжигать русские города. А Наполеон пытался тушить. Вот в Смоленск русские генералы подожгли вместе с женщинами, детьми, стариками, вообще всеми людьми. А Наполеон стал тушить. Ну, враг. Ну, Наполеон враг, но это надо понимать. Александр I – это благословенный русский, в котором нет ни одной капли русского крови, он же немец. И твой русский царь. Он такой же русский, как Наполеон, только Наполеон тушил, а этот поджигал. И потом за огромные деньги вот это преступление Александра рабы же празднуют. И я говорю, что не надо, не надо было губить русских людей, ни солдат, ни мирных жителей. Не надо было все это терять. Не надо было уничтожать собственные города. Кто враг? Ну, естественно, я. Потому что я за жизнь русских. А подонки при бюджете за смерть русских. Все. Продолжение следует... Продолжение следует...